Доброго времени суток, бойцы! В обновлении 1.47 мы представили вам новую систему рангов и навыков. Она позволяет вам выразить свою индивидуальность в бою и дает множество преимуществ перед противниками. Давайте мы расскажем обо всех нововведениях подробнее. Сейчас в игре доступно 18 уникальных героев, и у каждого из них есть несколько обликов на выбор. Вы можете разнообразить почти любой облик с помощью масок и головных уборов, придав персонажу неповторимый стиль. Если до обновления у вас был конкретный персонаж, то вы уже получили его в виде героя или облика. Если персонаж стал обликом, то вы получили облик из самого героя, к которому он относится. Если у вас был облик, но не было самого героя, то с новой версией игры вы получили и облик, и самого героя. Переход от персонажей к героям в обновлении 1.47 способствовал улучшению не только их внешнего вида, но и игрового процесса. Теперь вы можете улучшать своих любимых героев, просто играя за них. Используйте активные навыки в сражениях, чтобы помешать планам противников. Выбирайте подходящие пассивные навыки и проявите свой собственный стиль игры на поле боя. Вы можете повысить ранг героя, участвуя в сражениях и используя карточки боевого опыта. Прокачивая ранги героев, вы открываете новые возможности кастомизации и получаете дополнительные слоты для навыков. Также у вас появилась возможность использовать активные и пассивные навыки. Если вы получили максимум боевого опыта на текущем ранге, для перехода на следующий вам необходимо выполнить личный приказ, чтобы повысить ранг за кредиты. Обратите внимание, что время выполнения приказа ограничено, таймер запускается сразу после получения личного приказа. Также вы можете не выполнять личный приказ и сразу повысить ранг за золото. При повышении ранга героя растет и общее мастерство. Чем выше мастерство, тем выше доступный ранг для всех героев. Если максимальный ранг одного героя достигнут, просто переключитесь на другого и повысите его ранг, чтобы увеличить общее мастерство. Пассивные навыки усиливают героя в бою и применяются автоматически. У каждого героя есть уникальный навык, который нельзя изменить. Правильная комбинация навыков адаптирует героя под ваш стиль игры и сделает его сильнее. Используйте рулетку навыков для получения пассивных навыков. С выходом новой версии игры первые 10 героев получили уникальные легендарные навыки. Остальные герои получат свои легендарные навыки в будущих обновлениях. Эпические и редкие навыки доступны для всех героев. Повысьте персонажа до 4 ранга, чтобы разблокировать слот и бесплатно получить пассивный навык. Вам случайным образом достанется один из навыков, представленных в списке. Чтобы сменить навык, нажмите на кнопку «Заменить навык» в окне выбора пассивных навыков. При достижении 6 ранга у вас появится возможность экипировать еще один пассивный навык. Случайным образом вы сможете получить любой эпический или редкий навык, если ранее он не был установлен в выбранный слот. Внизу экрана расположена шкала прогресса навыков, которая заполняется, когда вы получаете или меняете навык. Когда шкала заполнится полностью, вы сможете выбрать любой доступный навык из списка и установить его в свободный слот. После этого шкала обнуляется и начинает заполняться заново. Стоит отметить, что шкала прогресса навыков индивидуальна для каждого героя. Одному герою доступен только один пассивный навык с определенным названием. Например, установить навыки Центурион 1 и Центурион 2 одновременно не получится. В обновлении 1.47 мы добавили уникальные активные навыки, которые значительно повышают ваши боевые способности и при грамотном использовании дают возможность изменить ход сражения. В игре доступны 4 активных навыка. Боевой пес, стационарный пулемет, огнемет и кислотное ружье. Активация навыков происходит через специальную кнопку в бою. Для вашего удобства на экране боя теперь расположены две кнопки. Активный навык и использование гранаты. Кислотное ружье и огнемет стали доступны в качестве активных навыков. Если до обновления у вас было кислотное ружье, то сейчас оно также доступно в качестве активного навыка. Огнемет доступен всем игрокам с выходом обновления. Экипировать активный навык можно в разделе «Снаряжение». Замена активного навыка во время боя невозможно. Не забудьте выбрать нужный активный навык заранее. Каждый герой может использовать только один активный навык одновременно. И этот навык можно экипировать на неограниченное количество героев. Время действия навыков ограничено, а «Боевой пес» дополнительно ограничен количеством убийств. Действие остальных навыков ограничено боезапасом. Если игрок убит до активации навыка, таймер перезарядки продолжает работать. Если игрок меняет один класс на другой с тем же активным навыком, таймер также продолжает работать. Когда действие навыков заканчивается, они исчезают с карты. После перезарядки таймера навык можно активировать снова. Во время боя вы можете столкнуться с ограничением на количество активированных навыков на карте. Если лимит исчерпан, навык нельзя активировать, и игрок получает предупреждение. Например, если в командном бою обе команды активируют два стационарных пулемета, установить свой будет невозможно. Надеемся, что это видео было вам полезным. Поделитесь мнением в комментариях. Оставайтесь на связи и следите за нами в социальных сетях. Желаем удачи на поле боя!